Приветствую вас, давайте попробуем вам помочь, давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. И для начала нужно сказать так, что неверность в себе это всегда следствие воспитания. То есть, если брать именно неуверенность в себе как длительное состояние, психическое состояние, то причины неуверенности в себе всегда окружаются в детско-родительских отношениях. То есть, где-то, когда-то ваши родители вас не поддержали, где-то, когда-то ваши родители не оказали вам поддержку или повели себя неправильно. Ну, такое тоже бывает, к сожалению. И после этого вы получили ошибочное понятие о себе, ошибочное понятие о окружающих вас людях. И из-за этого, именно из-за этого, теперь вы и неуверенны в себе. И, соответственно, первым шагом к тому, чтобы и поднять свою самооценку, и стать более уверенным в себе человеком. Это проработка детско-родительских отношений. Дальше, если на первый взгляд вам кажется, что они у вас идеальны, даже если это так, то все равно неуверенность в себе есть следствие от того, что какие-то проблемы в отношениях с родителями или в каком-то еще социальном кругу у вас имели место быть. Почему я сказал обязательно родительские отношения, детско-родительские отношения? Почему это не может быть, скажем, какие-нибудь там комплексы, какие-то негативные обстоятельства, аффективные состояния, просто какие-то неприятные ситуации, которые вас в свое время могли как-то, ну, шокировать или просто, по вашему мнению, дискредитировали бы вас? Почему именно это? Почему именно детско-родительские отношения? Потому что, видите ли, ситуации, которые я описываю, то есть комплексообразующие ситуации, они бывают почти со всеми людьми. И что уж здесь говорить, ну, все мы, все люди, абсолютно все, испытываем подобный стресс когда-либо. В детстве можем испытывать, в подростковом возрасте можем испытывать, в общем, это случается со всеми. Но, далеко не у всех это переносит в комплекс. Почему? Ответ достаточно прост. Потому что у кого-то отношения с родителями позволяют действовать так, чтобы они, родители, то есть, помогли глупировать негатив, помогли его пережить, помогли его, если угодно, проработать. А вот, если этого не происходит, вот, родители, это как раз в этом случае, и несут свою осознанную или не очень ответственность за то, что они сделали. Итак, первый момент мы выяснили. Это детско-родительские отношения. Далее. Что еще? После того, как детско-родительские отношения будут проработаны должным образом, можно говорить однозначно о том, что теперь работают нужны слова. Как именно работать? Ну, во-первых, необходимо задать вопрос совершенно четкий. в чем именно и почему вы в себе сомневаетесь. То есть, условно говоря, какие аспекты, какие черты вашего характера заставляют вас в себе сомневаться. что заставляет вас в себе сомневаться? Какие негативные качества ваши вы в себе не принимаете? Ну, или не готовы принять, что, в принципе, одно и то же. и далее предстоит с этим разобраться, то есть, ответить себе на вопрос, какие качества вы не готовы себе принять. И какие-то из них вам нужно будет проработать, какие-то из них вам нужно будет купировать, а какие-то из них вам нужно будет принять. и вот через принятие своих недостатков, через принятие своих негативных моментов, негативных сторон, негативных аспектов, которых вы не в силах сами изменить. Вот через это вы изможете как раз таки начать путь к работе над своими над неуверенностью себе. Вот так. Думаю, можно сказать вам. То есть, понимаете, это анализ, это затратить на серьезный рабочий процесс, который вы можете делать в принципе и сами. То есть, вы можете сами проанализировать какие у вас есть недостатки, какие у вас есть негативные стороны, постараться их самостоятельно оккупировать. Либо обратиться, собственно говоря, к психологу, которому вы можете выбрать на нашем ресурсе и с ним проработать всех ваших проблем. На случай, если вы решите действовать сами, я хочу вам сказать так. когда и если недостатки ваши будут выявлены, а я думаю, что вы сможете их выявить, и это будут не те недостатки, которые вы сможете принять, или те, которые являются с логичным продолжением ваших положительных сторон. Потому что эти данные виды недостатков нельзя убивать, потому что вы потеряете, условно говоря, свою самобытность и станете кем-то другим. Я не думаю, что вы этого хотели бы, и таким образом полагаюсь, что этого делать вам не стоит. Но если вы увидите те недостатки, которые можно купировать, то соответственно необходимо с этим делать следующее. необходимо поставить задачи, которые бы помогли вам при своем достижении лучше думать о себе. то есть это задачи на значимость тех или иных аспектов жизни для вас. Ну, условно говоря, условно говоря, вот вы не уверены в себе? Вы думаете, что я могу сделать для того, чтобы эту неуверенность повысить. И вы ставите цель, разбиваете ее на задачи и разбив ее на задачи, собственно говоря, достигаете последовательно каждой из них, каждой из этих задач. И достигая их вы боретесь со своей неуверенностью себе. Ну, а если имеют место быть комплексы, то у комплекс комплексами требуется несколько иной подход, поскольку комплекс это всегда аффективная связь определенных негативных событий в жизни человека именно аффективная связь. То есть чувственная связь и эту чувственную связь желательно разбить и здесь можно с полной уверенностью сказать, что сами вы сделать этого скорее всего не сможете. это значит, вам необходимо будет обратиться к специалисту для решения ваших проблем. и думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что вы примете верное решение относительно того, что вы будете делать и будете ему следовать этому решению. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.